Пожалуй, у студентов-психологов нет занятия более увлекательного, чем в который раз разбирать сказку о Красной Шапочке. Особенно в ее самых ранних вариантах, пока все углы еще не были сглажены псевдогуманной редактурой. Девушка отправляется по лесной тропинке во взрослую жизнь. Она несет с собой пирожки и невинность, рискуя расстаться в итоге и с тем, и с другим. И хотя яркими архетипами пестрит любая классическая сказка, тут их у нас такой богатый букет, что хоть на выставку. Рано или поздно эта сказка обязана была привлечь внимание игроделов, желающих странного. И вот, наконец, это случилось. Набирающая популярность студия Tale of Tales сейчас нащупывает свое место среди необычных проектов и уже успела выпустить несколько интересных игр. В частности, Endless Forest, кстати, тоже на тему леса, и преступно короткая Graveyard, прабабушку Эмму, гуляющую по кладбищу. The Path выгодно отличается от предшественников и длиной, и более-менее очевидным игровым процессом. Пока сказка не угодила под нос Шарля Перро, она имела мало общего с тем вариантом, который сегодня печатается в детских сборниках. В оригинале, к примеру, девочка ела мясо и пила кровь убитой бабушки. И если бы мы с вами были скучающими студентами-психологами, самое время было бы затеять дискуссию о всевозможном сказочном символизме. Но раз на повестке дня у нас игра, лучше просто подчеркнем, что разработчики, по-видимому, вдохновлялись достаточно ранним вариантом сказки. Каждая из шести девушек в этой комнате и еще одна, которая пока прячется за дверью, вскоре отправится к бабушке с гостинцами. Нам советуют идти, не сворачивая с дороги. Попробуем так и поступить. И вот впереди домик. На втором этаже в кровати лежит бабушка. Жива-здорова. И что же? Игра сообщает, что одна из дорог пройдена, но вы не справились с заданием. И вот мы снова в первой комнате, где ждут своей участи все те же девушки. Вот так поворот! Остается только одно. Мы снова стоим в начале дороги, но на этот раз сворачиваем в сторону, чтобы отправиться навстречу соблазнам и неизвестности. Стоит вам потерять дорогу из вида, как лес магическим образом зацикливается. Пути назад нет, и нам остается бродить среди деревьев в поисках приключений. На земле растут цветы, которые можно собирать. Судя по всему, всего вам должно встретиться 144 цветка. Если бежать, они становятся незаметными. Поэтому иногда нужно останавливаться, чтобы оглядеться по сторонам. Каждые сто метров пути на экран выводится карта. Но, как вы уже знаете, выйти обратно к дороге все равно не получится. Зато героиня постоянно будет натыкаться на особые локации, где можно подобрать какой-нибудь предмет или получить очередной загадочный комментарий. Также вы постоянно будете встречать подозрительную девочку в белом платье. Вначале ее мотивы не совсем понятны, но она хотя бы не делает вам ничего плохого. Наконец, рано или поздно вы встретите в лесу своего волка. Помните, это сказка. Кругом символы. Ваш волк может оказаться как мужчиной, так и женщиной. Только для самой юной красной шапочки волк будет действительно зверем. И пускай встреча с ним пройдет гладко. Сразу после этого девушка обнаружит себя, лежащей у бабушкиного дома. На улице идет дождь, а за дверью вас поджидает настоящий кошмар. Играя на символах и ассоциациях, разработчики рассказывают классическую историю. Пройти по известной дороге – заведомый проигрыш. А если свернете в сторону, будет интересней, но сто крат жестче. И...